Всем привет! В эфире «Этнографика» и сегодня мы продолжаем серию выпусков под названием «Черноморский фронтир» об истории поселков, селений различных черноморского побережья Краснодарского края, об их черкесской предыстории и последующем изменении населения, истории уже новых этнических групп, которые поселились здесь во время колонизации в второй половине 19 века, начале 20 века. В прошлом выпуске мы поговорили о долине речки Дагомыс к западу от Сочи, теперь наш путник двигается далее к западу, и сегодня мы поговорим о селениях Учдере, Лао и Хобза. К западу от Дагомыса на небольшой речке под названием Учдере раскинулось сразу три поселка с одноменными названиями. Это Нижняя, Учдере, Верхняя Учдере и просто Учдере на побережье. Когда-то в прошлом речка Учдере носила другое название – Ниджи. И в 1866 году первая комиссия российских агрономов, которая после Кавказской войны работала в этих местах, изучая климат и географию местности, они отметили на заброшенных берегах этой реки многочисленные сады, оставленные ушедшими в Османскую империю убыхскими прежними их владельцами. Среди них было много виноградников и тутового дерева или шелковица по-другому, потому что убыхи специализировались на изготовлении вина и шелковой нитью. На основе этих находок в 1880-е годы дарили речки тогда еще Ниджи, включили в обширные владения императорской семьи под названием Вардане. Ее даже выделили в отдельный участок для князей Дмитрия Константиновича и Константина Константиновича, которые назвали свое имение здесь именем Учдере, с чего пошло уже название и речки новая. Хотя первоначально все-таки называлось, даже имение называлось Ниджи в таких письменных записях. Само название Учдере значит на турецком языке «Три речки». Почему именно на турецком языке и почему именно такое название здесь образовалось? Версий разных много, одна из наиболее логичных заключается в том, что в 1884 году управляющий имением Вардане по имени Александр Старк пригласил в качестве работников в это имение 48 семей амшенских армян из Османской империи, которые стали первыми такими арендаторами участков в этом имении. Он это сделал по той причине, что приехавшие до этого приглашенные эстонцы и немцы, они не очень-то смогли справиться с местным климатом и переселиться далее в другие более подходящие для них места. Ну, есть сведения еще, что и некоторые убыхские семьи все еще присутствовали на побережье, и только в этот временной промежуток они с побережья ушли. Но эта версия такая достаточно спорная и ее стоит проверить. Скорее всего, само название Учдере возникло именно по причине приезда сюда армянских работников, которые привезли с собой старое название своих поселков в Турции. Как известно, многие поселки амшенских армян назывались на турецкий монет, по турецки в самой Турции. Известно, что именно в нижнем верхнем Учдере поселились темшинские армяне, которые вышли из турецкого села Учпинар, переводится как «Три родника». Ну, в данном случае «Три родника» и «Три реки». Такая экстраполяция названия на немножко новый лад на новой земле, где они поселились. В начале прошлого века во всех селах этого имения Учдере проживало до 150 армянских семей. И с 1900 года императрица Мария Федоровна передала участок Учдере девочкам-сиротам для постройки тут санатория. Это была лечебная станция Романовская, называлась она. А уже через год после появления этого санатория для девочек-сирот в Учдере начали строить частные владельцы себе дачи, загородные участки. Среди этих владельцев были видны деятели искусства, науки, медицины. К западу Учдере расположилась долина речки Лоо с множеством одноименных поселений на ее берегах. И ее название принято связывать с абазинской фамилией Лаовых или Лоовых, Лау, чьи корни выходят из южно-абазинских обществ, проживавших на этой территории в средние века, примерно до 14-15 веков. Сегодня эти семьи больше всего представлены в Абхазии или в Карчао-Черкесии среди абазин. От тех времен, когда здесь жили абазины, которые, скорее всего, были в то время христианами, остались руины двух византийских церквей, одна из которых сегодня доступна и находится на небольшом хребте прямо над поселком Лоо. Туда идет дорога через улицу Эстонскую и есть подъем с стороны моря. В общем, храняется эта церковь государством, там есть входная группа сочинского заповедника, будка охранника и обещают там сделать даже музей в скором времени. Возвращаясь в прошлое, в 19 веке в Лоом находился аул крупнейшего убыгского лидера Измаила Дзепшина Баракая. Он был одним из крупнейших руководителей убыгского сопротивления в годы последней уже Кавказской войны. И он был тем лицом, который принял поражение убыхов перед командованием Российской империи, Российской армии и взял месяц на то, чтобы со своими людьми уйти в Османскую империю, что, в общем-то, и совершил в течение этого периода. Произошло это весной 1864 года. Только в 1872 году на месте заброшенного аула Измаила Баракая Дзепша появилось первое поселение амшенских армян из Османской империи, которые также прибыли арендаторами в недавно образованное владение князем Михаила Вардоне. С армянами прибыли и понтийские греки, которые занимались активно разведением табачных плантаций, а также некоторые русские поселенцы. И в те годы одновременно появились поселки Верхнее Армянское Лоо, оно же Верхнее, Нижнее Лоо, Церковное Лоо, Русское Лоо и Горное Лоо. Постепенно Нижнее и Церковное Лоо слились с соседними поселками и на сегодняшний день сохранились только Верхнее Армянское Лоо, Русское и Горное с таким смешанным армяно-русским населением. Греков там не осталось, их власти депортировали во время сталинских репрессий и они уже сюда не вернулись. К западу от долины Лоо через хребет с ней сообщается река Хобза, которая в прошлом носила разные имена, это Сюэпсе, Жюэпза или Фаго. В разных точниках по-разному ее коверкают названия, скорее всего, убыхского языка. В прошлом здесь находилась очень крупная убыхская община под названием Хизе. Конкретно на месте, например, поселка Верхнее Армянское Хобза находился аул убыхского торговца Гасанбея. В начале 1873 года в нижней полосе владений Вардане на Хобзе поселились понтийские греки, которые раньше до этого жили в крымском районе на речке Кудако. Они были одни из первых, кто перебрался из Османской империи после Кавказской войны на Кавказские берега. Туда их пригласил генерал Евдокимов, один из, считается, покорителей Кавказа, завершавший Кавказскую войну. За 10 лет аренды греки развили довольно обширное хозяйство с полями, с мельницами, но по окончании срока аренды земли решили здесь не оставаться. Сложно сказать по каким-то причинам, видимо, им здесь все-таки не очень нравилось, они переселились в другие места. А на их место пришли амшельские армяне, которые, собственно, там и остались и по сей день составляют большинство населения Верхне Армянской Хобзе. На самом же верху, практически у истоков речки Хобза, в узкой котловине, когда-то стоял убыхский аул Утсуа или Утсуа. И он, конечно, исчез в конце Кавказской войны, а позже там появилось русское селение, Верхнерусское Хобза, которое просто существовало вплоть до 80-х годов прошлого века и которое постепенно селили ввиду укропнения поселений в Харциз-1 или Исалохаул на речке Шахе. Но об этих поселках на Шахе мы уже поговорим в следующем видеоролике. На этом у меня, в общем-то, все. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на этом канале, ничего не пропускать. Также вы можете поддержать канал, в описании к этому видео вы можете увидеть способы, как это сделать. Ну и до новых встреч в эфире. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok